Воздушные и наземные подразделения израильской армии атаковали территорию сектора Газа. В свою очередь, военное крыло Хамас заявило о запуске 100 ракет по городам на юго-западе Израиля. К прекращению огня призывает ООН, попытку урегулировать конфликт предпринял Египет. В ночь на четверг Палестино-израильский конфликт разгорелся с новой силой. Территорию сектора Газа атаковали как воздушные, так и наземные подразделения армии обороны Израиля. Зафиксировано свыше сотни ударов. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, танки и артиллерия. Однако, как пишут израильские СМИ, началом сухопутной операции это считать еще нельзя. Военнослужащие армии обороны Израиля находятся в той части сектора Газа, который де-факто и так контролируется ими. Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль. «Мы заставим Хамас заплатить очень высокую цену. Мы делаем это и продолжим делать это с большой интенсивностью», — заявил премьер-министр Беньямин Нетанияху. Израиль мобилизует дополнительно 9 тысяч резервистов. Жители населенных пунктов на границе с сектором Газа призывают не покидать бомбоубежище. В Ашкелоне, что на юго-западе страны, безостановочно звучат сирены тревоги, военное крыло Хамас выпустило свыше 100 ракет по этому городу. Официальный представитель Хамас Фавзи Бахрум подчеркнул, движение Хамас вывело схватку на новый уровень. Израиль не ожидал этого, а не в шоке. Хамас использует качественно новое оружие в битвах с израильской оккупацией. На палестинских территориях только за последние сутки пострадали более 300 человек. Там повреждено и разрушено свыше 4 тысяч зданий. Мирные жители спешно покидают свои дома. Усложняет ситуацию энергетический кризис. Из-за поврежденных линий электропередачи нет света в больницах, не работают опреснительные установки. Масштабы разрушений с обеих сторон можно оценить по спутниковым снимкам. В израильских городах со смешанным арабоеврийским населением ситуация напряженная, Минобороны направляет туда дополнительные подкрепления для подавления уличных беспорядков. Полиция обещает наказывать погромщиков вне зависимости от их национальности. Власти города Алот, где противостояние между жителями особенно обострилось, перенесли начало комендантского часа на более раннее время. К скорейшему прекращению огня призывают в ООН. Глава Всемирной Организации Антонио Гутерриш заявил, «Из уважения к духу праздника у Розабайрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в секторе Газа-Израиля. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе». По некоторым данным, открытое заседание СовбезоООН по этому вопросу пройдет в воскресенье. По сообщениям арабских СМИ, попытку урегулировать конфликт предпринял Египет. Посредники побывали как в Тель-Авиве, так и в секторе Газа. Однако, согласно источникам, Израиль ответил отказом на предложение Каира и перемирии.